Иди снимай. И я снимаю, и я болтаю, за что я им очень благодарен. Да, очень красиво сделать. Ну, прямо сказать. Ой, прямо скажу. Если бы еще на одну секунду щелкнуть пальцем и выключить звук автомобиля, ну, можно было показать, что мы оказались в раю. Да. Ну, вот. Не только мы в ранний час выбрались показать вам эту красоту, погулять. Ну, как я и говорил, когда-то вода в этих местах была убийственна, и люди осушали ручьи, болота, окружавшие эту колонию. Израильские поселенцы вокруг своих кибуцов занимались точно тем же, осушали болота, потому что малярия уносила просто неимоверное количество жизни людских. И люди не знали, как точности нужно бороться. Ну, вот. Просто что-то с чем-то. Вы знаете, я тут недавно гулял и в садах, и снимал сады, которые вырубают в центре страны, которые тоже уйдут под застрой. Это судьба многих сельхоз. Земель в Израиле. Народу становится все больше, а людям надо где-то жить. Ну, я хотел только добавить к этому, что я оставлю ссылку в описании. Вы зайдете, посмотрите. Но я хочу говорить, что мы здесь, прогулявшись, встретили. Посмотрите, сколько уже фруктов. Буквально на каком-то тут небольшом пятачке. Смотрите, вот эта лилия. Цветит особо красиво. Я ее вам покажу. Вот, вот. Розовая. Вот она. Какая красивая. И она, по-моему, тут одна. Да, здесь она, по-моему, одна. Вот еще есть одна синенькая. Давайте мы ее подснимем. Но вот это вот красавица. Ну и вот еще. Возможно, утренний час. Они еще не раскрылись. Вижу, вот еще есть розовая. Да, ну, красиво очень, конечно, погулять. Подышать воздухом. Отдохнуть в тени. Ну вот, так мы разделим нашу прогулку на несколько частей. Мы погуляли вот по немецкой деревне. По немецкой колонии. Все-таки, как она ярко выделяется, вот, относительно Востока. Можно увидеть в съезде в Хайфу. Куда ваш покорный слуга, конечно же, тоже доберется. Как она ярко и откровенно иначе выглядит, нежели восточная застройка. Я вам обязательно покажу эту разницу. Ну вот, бананы. Но здесь они не плодоносят. На моей работе я снял, они плодоносят. Есть с плодами. Моим курильщикам в помощь начальству посадило бананы, и они с плодами. Оставлю ссылку в описании, зайдите, посмотрите. Всегда удивлялся. Весь мир борется за этими курильщиками. Гоняю сейчас хвосты в грибу. Сам я не курю. Но ни в коем случае никого не осуждаю. Ей-богу, мне все равно курить и на здоровье. Сам я иногда тоже в охотку могу выкурить сигарету. Но это так. Крайне редко. Такое практически уже явление единичное. Но люди курят на здоровье. Ну и вот я всегда смеюсь, что говорю вам. В помощь хозяин, как бонус, посадил еще и бананы. Чтобы не то, чтобы курили, а чтобы еще курили. И вам было приятно. Да, ребята. Очень красиво. Ну вот. Ну я даже хочу сказать, что относительно и Тель-Авивской застройки. Вот я схожу, поснимаю. Если у меня хватит батареи сегодня. А нет, я схожу в другой день. Посмотрите застройку Тель-Авива. Начало его основания. И вы увидите тоже разительную разницу. Все-таки здесь, ребята, иная застройка. Тель-Авив застраивался тоже по европейскому стилю. Но выглядят дома, конечно же, чуть иначе. Ввиду того, что когда было решено основать Тель-Авив, Израиль еще не существовало. А люди все пребывали. И жилищный вопрос настолько стоял остров, что потом, ну, как и всем нам известным, бывшем в Советском Союзе, где была та же проблема, все это красивое строительство свелось к штампованию таким. Абы каких домиков, прямо скажем, прямо скажем, уже уж совсем не архитектурных шедевров, которыми застроили весь Израиль, в котором живет ваш покорный слуга, которые теперь с большим успехом сносятся, перестраиваются в городах. То есть мы почти к тому, что вся та застройка, которая была сделана в Израиле 50-60 лет назад, когда остро стоял жилищный вопрос, и ляпали просто между воин, нищетой и голодом люди строили эти дома. Ведь не забывайте, что Израиль это не только вот эти красивые цветы, это еще и постоянная война. Вот солдатик, которых мы сняли в самом начале, в Азриэле я встречал пару солдатиков. Я всегда говорю, что большое им спасибо, ребят, потому что вы спасаете наши жизни, вы даете нам жизнь. Не то, что вы спасаете, вы даете нам жизнь, потому что если вы не будете стоять на страже наших рубежей, нас просто не останется. И ввиду вот этих всех сложностей, Израиль когда-то застраивался. Хаотично. Как могли, так и строили. Нужно было куда-то размещать людей. Людей прибывало после войны, после всевозможных. Алия оттуда, алия отсюда. Люди приезжали сотнями тысяч. Людей нужно было куда-то селить. Так что, ребята, люди жили в палатках. Люди жили просто на улице. И теперь Израиль дошел до такой степени, что мы теперь имеем возможность просто взять свою страну, разрушить и построить ее заново. Так как у нас появилась возможность, появилась потребность. И это очень приятно, кстати. Очень приятно. Но я говорю, ну куда ни покрути головой, все что-то растет. Все что-то цветет, ребята. Ну вот я не знаю, смотрите сами. Ну что, ребят. Наверное, тут мы попрощаемся. Я сделал небольшой технический перерыв. Поменяю батарею. Ну а мы пойдем в торговый центр. С Сарономарков. Погуляем. Заходите по ссылке. Подписывайтесь на мой канал. Помогайте мне в моем развитии. Поддержите меня. Мне будет очень приятно. Всем пока, ребят. Всем хороших выходных. Всех с наступающими праздниками. Шана Това. Ламатюха. Бай-бай.